Где могут снискать себе славу наездники? Конечно, на ипподроме. А вот два англичанина, отец и сын Астлеи, прославились в цирке. В 1774 году в Париже они построили круглый зал, в котором демонстрировали публике различные упражнения на лошадях и акробатические этюды. Круглый зал Астлеев стал прообразом современного цирка. А вот итальянцы Франкони пошли дальше. В свою программу они добавили борьбу диких зверей и пантомиму. Зачем клоуну разбираться в психологии? Как научить слона делать стойку? И чем опасно четверное сальто? Смотрите прямо сейчас. Если в 18 веке цирк начинался с лошадей, то к концу века 19 главными действующими лицами на арене стали акробаты. Сальто вперед, тройное назад, захватывающие пируэты и эффектные пассажные трюки. Привычное нам сальто было исполнено только в начале 20 века. Оно называлось смертельным прыжком. А сегодня акробатка Елена Алексеева единственная в мире исполняет четверное сальто. Элемент просто сложный, поэтому не каждый человек, как говорится, смелится его сделать. Мы его репетировали год, чтобы снять лонжу. Лонжа состоит из пояса, веревок и крепится к потолку. Ее надевают на репетициях, чтобы отрабатывать сложные трюки и не думать о падении. На подкидных палках, они еще называются русскими, акробаты могут делать сальто в группировке, винтовые трюки и завораживающие перелеты друг через друга. Этот номер стоил им года репетиций. Мы собрали состав, каждый день репетировали по три часа манежа, плюс балетный зал, плюс тренажерный зал. Наш корреспондент Екатерина Мастяева решила приобщиться к акробатическому искусству. Сначала удерживала баланс, затем прыгала, а потом и вовсе сделала сальто назад. Без помощи профессионалов и надежной страховки ничего бы не получилось. Вы когда-нибудь видели цирк без клоуна? Я тоже нет. Говорят, это самая сложная цирковая профессия. Клоун должен быть и акробатом, и фокусником, и дрессировщиком, и даже психологом. Покажите мне вашего клоуна, я скажу, какой у вас цирк. Александр Черботкин в детстве мечтал стать управдовым, но пошел по стопам своих родителей. И теперь вместе с женой заставляет людей улыбаться. Белла и Александр называют себя комедиантами, а в основе их репертуара обычные семейные конфликты. Безграничное количество ситуаций построено только на одном, на том, что люди живут вместе. И вот мы используем просто этот ход, что мы живем вместе, на манеже, и решаем свои какие-то даже внутрисемейные проблемы. Любой современный цирк немыслим без трюков с животными. Стоять на передних лапах, ходить на задних, крутить обруч хоботом и грациозно двигаться в танце. Все это умеют делать слоны. У нас одна слониха, она занесена в книгу рекордов Гиннесса, она становится на передние ноги, крутит обруч на хоботе и одновременно крутит обруч на задней ноге. Это очень сложный трюк. О сложности работы дрессировщика зритель может только догадываться. Чтобы слон выполнял различные па и доверял человеку, с ним проводят весь день. Ухаживают, кормят, выгуливают. На саму дрессировку в день уходит по три часа. Сначала по расписанию утренняя пробежка, затем зарядка. Некоторые трюки даются легко, а некоторые разучиваются годами. Стоечка, стоять! 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 Бррррр! И как известно, банан это самое вкусное у них поощрение. Ежедневные тренировки и боль сменяются на карикатурные позы, веселую музыку и непринужденность. Циркачи с улыбкой крутятся в двойном твисте и с легкостью делают пирамиду. Все это только для зрителей. Тяжелый день, стресс или проблемы на работе, пусть хотя бы на три часа они останутся на улице за пределами этого радужного кукола. Одним из самых больших цирков в мире считается китайский цирк в Шанхае. Его территория насчитывает 22,5 тысячи квадратных метров. Здесь есть и здание для репетиций, и павильон с животными, и основное цирковое здание. Особой популярностью у зрителей здесь пользуются, нет, не клоуны, а акробаты. Хотя в полной мере оценить выступления акробатов могут лишь только те, кто знаком с китайской письменностью. Потому что каждая фигура акробатов повторяет собой написание иероглифа. Но о иероглифах у нас будет отдельный разговор. Не пропустите следующие выпуски энциклопедии изобретений. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...